Самара ГИС Ситуации в семейной жизни бывают разные, и как бы то ни было, стоит заранее позаботиться о том, что из имущества у вас останется в случае возможного развода. Нередко бывают ситуации, когда 10-15 лет ипотеку платил самостоятельно один из супругов, а другой при разводе рассчитывает ровно, наполовину. Вот ситуация, мягко говоря, неоднозначная, а брачный договор – вот тот инструмент, с помощью которого можно с легкостью избежать подобных ситуаций. Тема эта довольно широкая, и сегодня хотелось бы обсудить, нужно ли заверять брачный договор у нотариуса, цена вопроса и можно ли вообще обойтись без него. Вот на эти вопросы сегодня и отвечает консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и мы традиционно работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефоны в студии работают. Уважаемые телезрители, если у вас есть свой вопрос, и вы хотите его задать консультанту Нотариальной палаты, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в студию 202-11-22-30 минут. Ровно идет наша программа, поэтому дозванивайтесь, пожалуйста, ну а мы начинаем разговор. Итак, Полина Сергеевна, все-таки как с точки зрения закона возможно изменить режим имущества супругов? Нужно начать в первую очередь с того, что люди, вступая в брак, закон им предоставил возможность все накопленные средства сохранить и определить режим совместной собственности на них. То есть все имущество, нажитое супругами во время брака, оно является совместной собственностью супругов. У нас есть несколько режимов собственности, вот, совместной, как я уже сказала, причем режим совместной собственности – это исключение из правила, которое касается супругов и еще имущества, там, корсенско-фермерского хозяйства. Второй вид собственности – это долевая собственность, и третий, так называют это, личная собственность лица. Соответственно, супруги, вступая в брак, законодательно защищая приобретенное совместно наше имущество, сохраняется и остается этот режим совместной собственности. Причем данный режим, он дает следующие полномочия. То есть супруги, они сообща владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом. Предполагается, что если это имущество отчуждается, то оно отчуждается с согласия супруга. За исключением определенных сделок, например, на имущество права, на которые подлежат государственные регистрации, это недмиживаемое имущество, доля в основном капитале, речные и морские суда. Для сделок, которые совершаются, для которых предусмотрена законом обязательная нотариальная форма, а также сделок, подлежащие обязательной государственной регистрации, например, договор долевого участия в строительстве. Для совершения таких сделок необходимо нотариальное согласие супруга. То есть в данном случае согласие не презюмируется, а оно истребуется от другого супруга. Когда имущество приобретает совместную собственность, оно может быть зарегистрировано двумя способами. Первый титульный собственник является один супруг, а второй супруг, он подразумевается владельцем этой недвижимости, например, этого имущества, но данные о нем не внесены в реестр. — Хорошо, спасибо. А сейчас продолжим. Примем звонок от телезрителей, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. — Здравствуйте. У меня умерла мама, и по наследству мне, передальше, половина ее была, половина моя. А теперь я должна принять наследство, эту половину. Из меня нотариус взял очень большую сумму, 10-700. Это правомерно нет. — А что входило в состав наследства? — Земля. — Земельный участок. Еще какое-то имущество входило? — Два земельных участка и дом. — Смотрите, стоимость интериального тарифа за выдачу средства правильного наследства, она зависит от стоимости наследуемого имущества. То есть тариф, он состоит из двух составляющих. Это интериальный тариф и услуги правового и технического характера. Соответственно, интериальный тариф, он исчисляется в процентном соотношении. Это получается 0,3% от стоимости имущества. Соответственно, вы можете посчитать, взять кадастровую стоимость этого имущества, то есть земельных участков и дома, и просчитать эти 0,3%. И нижний тариф также, он рассчитывается от стоимости имущества, там, в предел до 5 тысяч рублей. Соответственно, скорее всего, у вас просто кадастровая стоимость недвижимого имущества, она... — Высокая, да? — Включается, да. — Хорошо, спасибо большое. Продолжаем. Вы закончили. У нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. — Да, здравствуйте. — Здравствуйте. — Скажите, пожалуйста, у меня вот есть доля в квартире. — Так. — Вот. Сейчас получается, что мы уже долю в квартире продаем и новую квартиру покупаем. Но сейчас я не в браке, а вот когда новую квартиру буду покупать, я уже... Ну, у нас в подачи, получается, мы уже в браке будем с мужем. Мне вот как-то можно себя запарить в эту часть, чтобы потом снова в квартире, а то, получается, доля моя, туда я вкладываю. — Да, я поняла ваш вопрос. — Вот как раз ситуация очень типичная. — Очень типичная. — Тем более, здесь как раз по датам. У вас есть возможность договориться заранее с супругом и заключить брачный договор. При этом брачный договор, он может быть заключен как до регистрации брака, так и уже после регистрации, во время нахождения в браке. При этом, учитывая то, что сейчас будет продаваться доля в квартире, приобретаться иное имущество, если это имущество уже приобретается во время брака, получается, что оно приобретается по возмездной сделке и поступает в общую совместную собственность супругов. — Да, это средства несовместные нажитые. В последующем судебном порядке возможно будет оспорить о том, что данное имущество не является совместным нажитым, что эти деньги были получены с покупки другого имущества, которое являлось добрачным имуществом и личным имуществом супруга. Но, опять-таки, эти судебные риски, тяжбы, они никому не нужны, поэтому в вашем случае обязательно нужно заключить брачный договор. Причем брачный договор не обязательно заключается в отношении всего будущего имущества. Вы можете, и это, в принципе, будет и справедливо, договориться с супругом, что поскольку квартира являлась вашим имуществом, вы определяете, что иной объект, который будет приобретен, может быть, в первый год после заключения брака, он будет являться личной собственностью супруги. Павлина Сергеевна, ну а вдруг так случится, что супруг скажет, я не хочу и не буду этого делать? Какие-то еще есть механизмы и способы, чтобы обезопасить себя 100%? Также рекомендуется включить в договор именно указать источник происхождения средств. Этих средств. Да, но проблема в том, что договор заключается с супругой, подписывается, да, и супруг в этом случае, он может не участвовать, да, согласие здесь будет не обязательно нотариальное, поэтому супруг в последующем может просто сказать, что, ну, я этот договор не подписывал, и я не согласен, да, с тем, что эти денежные средства, они являются личной собственностью супругов. Также иногда перестраховываются, заключают договор дарения денег, когда, ну, этот случай характерен для... Ну, то есть можно в любом случае здесь его использовать? Да, но вот с договором дарения денег здесь, конечно, тоже есть риски, потому что здесь уже должны, что эти денежные средства не прошли с покупки, да, предыдущей квартиры, а, например, родители, да, вкладываются... Подарили, можно такой все-таки документ заключить. Я вас тороплю, потому что у нас есть еще один звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте, и, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, у нас дети вступают в брак, и хотят заключить брачный договор. У меня вопрос такой, возможно ли заключить брачный договор до того, как они распишутся? Спасибо большое. Так, да, ну, уже частично ответ прозвучал на данный вопрос. Да, еще раз, да, то есть брачный договор – это соглашение двух лиц, намеревающихся вступить в брак или уже находящихся в браке. Здесь небольшой нюанс – брачный договор, заключенный до регистрации брака, он вступает в силу с момента регистрации брака. И, соответственно, все уже правовые последствия, они будут распространяться на супругов, когда они этот брак заключат. Спасибо. Продолжаем наш прямой эфир. Говорим мы сегодня на тему брачный договор, стоит ли его заключать. Ну, а вы, уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы по другим нотариальным сделкам, наследство, завещание, пожалуйста, дозванивайтесь к нам. Консультант Патриальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова отвечает на вопросы мои и ваши, поэтому дозванивайтесь 202-11-22. Полина Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот в практике такой жизненной, обычной, часто ли супруги обращаются к нотариусу за заключением, собственно, вот этого документа брачного договора? Ну, в последнее время брачные договоры стали более популярными. Конечно, раньше, возможно, это и какая-то особность менталитета, и больше доверительных отношений между супругами, брачных договоров было не очень много. Сейчас еще очень актуально заключение смешанных договоров с элементами брачного. Например, вот имущество, которое приобретается за счет средств материнского капитала, оно приобретается в общую долевую собственность и, соответственно, делится между членами семьи. И получается, что те доли, которые определяются между супругами, они находятся в совместной собственности. И чтобы это разделить и определить уже долевую собственность, уже включается в соглашение о определении долей элемент брачного. Такое тоже возможно. Спасибо. А сейчас ответим на звонок. Мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня вот папа уже пожилой. Он второй раз вступает в брак. У него была квартира, они сейчас вступают в супруг и там проживают. И он подарил ей эту квартиру. Я вот переживаю, если сейчас у нее в собственности эта квартира, и вдруг она умрет, вот ее родственники моего папу не смогут как-то выгнать, присвоить тебе квартиру? Спасибо большое вам за вопрос. Конечно, шаг очень опрометчивый, особенно если это единственное жилое помещение. Конечно, насколько мы людям не доверяли, необходимо какое-то недвижимое имущество в своей собственности оставлять. Что можно сделать в данной ситуации? Необходимо хотя бы заключить соглашение о пожизненном пользовании данной квартиры, пользование и проживание. В этом случае обременение в качестве права пожизненного проживания. Я прошу прощения, человек уже подарил, право собственности зарегистрировано на супругу, то есть можно сделать дополнительное соглашение, чтобы даритель проживал? Да, это не дополнительное соглашение, это отдельное соглашение, но здесь данное в случае к дарению не имеет никакого отношения. Конечно, это нужно было сделать при дарении квартиры, и в данном случае этого не было каким-то условием. Но если прошло определенный период времени после дарения, то, соответственно, можно заключить вот это соглашение, в котором они определяют, что у супруга есть право пожизненного проживания. В данном случае обременение будет внесено в единый государственный реестр недвижимости, и уже при продаже такие права будут учтены. Продать эту квартиру при жизни. Она, да, либо дети, которые вступят в права наследования. Также необходимо сделать завещание на эту квартиру, да, и определить, что все-таки какая-то... Также определить этого супруга, да, отказа получателям, и предусмотреть, что, например, все-таки после ее смерти какая-то часть супругу... То есть то, что наследует... Это если другая сторона захочет это сделать. Да, то есть это если супруга сейчас... Если нет, то будет наследство возникнет в части этой квартиры, и уже это наследство будет делиться между ее детьми. Да, но он, так как законный супруг, он также будет иметь право как наследник наравне с ее детьми. То есть пережившая сторона. Да, то есть без завещания они являются равными, да, наследниками. Но если там на ее стороне наследников больше, соответственно, доля этого пережившего супруга будет меньше. Поэтому все-таки лучше при жизни, да, сделать это завещание и определить, что доля у супруга там будет, например, как минимум одна-вторая. Ясно. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем общаться с вами, уважаемые телезрители. Очень отрадно, что вы сегодня такую активную позицию принимаете в нашем разговоре программу «Территория права». Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в августе заключили брачный договор на один век, но купить жилье у нас не получилось до этого времени. И теперь, когда мы нашли другое жилье, можно делать, чтобы имеющийся договор, который мы заключили вместе в поправке? У вас уже определенный прямо адрес квартиры был указан? Да, на брачный договор. Да, конечно, брачный договор, как и любая сделка, она может модифицироваться. Учитывая, что брачный договор, он заключается на длительный период времени, он может определять последствия на период всего брака. И, соответственно, можно заключить дополнительное соглашение, которым будут внесены изменения в части указания адреса этого объекта. Сделать это нужно будет обязательно, потому что супруги определились об изменении режима на тот объект по другому адресу. Также дополнительное соглашение, оно подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В принципе, можете обратиться к нотариусу, у которого делали этот брачный договор. Ну, можно и к другому. Да, к любому нотариусу Российской Федерации. Спасибо большое, Полина Сергеевна. У нас есть еще один звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, у меня такой вопрос. У меня с сыном двухкомнат квартира, ну, мы пополам. Сын хочет мне свою долю подарить. Как это можно сделать и сколько это будет стоить? Спасибо. Вам необходимо будет обратиться к любому нотариусу. Если квартира в пределах Самарской области, то к любому нотариусу Самарской области. Нотариус истребует необходимые сведения из ЕГРН, вам нужно будет предоставить только справку о зарегистрированных лицах в данном жилом помещении. Сделка подлежит, поскольку, обязательному нотариальному удостоверению, так как отчуждается доля. Нотариальный тариф, он составит 0,5% от кадастровой стоимости этой доли и плюс 4,3%. При этом нотариус, исполняя сейчас функции по передаче на государственную регистрацию, самостоятельно передаст документы на регистрацию в Росреестр. Вам не нужно будет никуда обращаться. И уже также после регистрации, через несколько дней, вы получите уже зарегистрированные. То есть, грубо говоря, за два визита к нотариусу можно эту сделку оформить. То есть, раз пришел, принес документы, и второй раз пришел, соответственно, уже забрал документы. И также направить по электронной почте, соответственно, заранее просто по телефону обговорить условия. Уже прийти только на нотариальное удостоверение и прийти после госрегистрации, забрать документы с государственной регистрации. Спасибо. Уважаемые телезрители, периодически появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где все телефоны нотариусов, адреса, все есть. Сайт очень информативный, поэтому обращайтесь. Я думаю, что вы найдете, да, по фамилии, имя, отчество, нотариус, адрес, телефон, и в каждой нотариальной конторе можно проконсультироваться непосредственно по предстоящей сделке. Да, на сайте Нотариальной палаты, внизу сайта, на главной странице, есть интерактивная карта с нотариусами, где можно выбрать нотариуса и по определенному району, и в рамках города, где указаны актуальные режим работы и телефон. Спасибо. Есть звонок. Алло, да, к сожалению, сорвался, но такое бывает тоже в нашей программе. Линия бывает занята, 202, 11-22. Набирайте, пожалуйста. Как я уже анонсировала в начале программы, мы говорим сегодня о брачном договоре, но, тем не менее, все нотариальные вопросы консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова ответит. И у нас есть дозвонившаяся. Алло, говорите, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Тетушка при жизни заставила завещание на троих своих племянников в разных долях. Слава Богу, еще жива, но один из племянников ушел из жизни. Могут ли дети ушедшего из жизни претендовать на наследство, которое тетушка написала завещание? Я поняла. Смотрите, если наследник, указанный в завещании, он умирает раньше, чем завещатель, соответственно, завещание в этой части считается недействительным. То есть оно прекращает свое действие. Получается, если осталось, к моменту наследования останется только два наследника, соответственно, все наследственное имущество будет раздельно между этими наследниками. Это потому что они племянники? Нет, это потому что лицо, которое уже нет в живых, то есть которое умерло раньше, чем завещателя, его доля, она, соответственно, наследниками этого лица не наследуется. То есть оно разделяется между лицами, указанными в завещании. А как же замещают бывает? Нет, если это прямо указано в завещании. А прямо указано? Да, если завещание с подназначением, то, соответственно, да, в этом случае, например, я завещаю племянниками, а в случае его смерти, или если он не примет наследственно, если он откажется от наследства, тогда уже детям этого лица... То есть надо четко знать о формулировке в завещании. Да, предполагается, что если завещатель жив, и один из его наследников умирает, и тот знает, что его уже нет в живых, предполагается, что дальше эта доля уже не наследует, она определяется, уже там делится между лицами. Поэтому сейчас, если есть какое-то желание по-иному, да, чтобы это умирство было наследовано, лучше сделать новое завещание и уже поделить эти доли, либо указать, опять-таки, этих детей, умершего племянника, либо иным образом распределить доли между двумя остальщими. То есть это возможно, изменить завещание и уже назначить других разведников? Да, то есть его изменить, потому что уже состав наследников отделенный изменился. Спасибо большое. Продолжаем общаться. Есть звонок. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Программа «Территория права». Говорите. Да, привет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот возможно ли вы собираете договор таким образом, что при разводе общее имущество в 10% соотношении между супругами? Такое можно сделать? Ну, то есть, грубо говоря, там 20-80%, да, здесь вот, если мы говорим о квартире, определение долей, и также денежные средства, да, ну, любое имущество. Да, то есть вы имеете в виду именно не конкретные объекты, а именно некие проценты, правильно я вас понимаю? Ну, да, там, например, денежные объекты. Да, ну, в принципе, это возможно, законом это не запрещено. То есть, соответственно, процентные отношения – это те же доли, да, в совместном нажитом имуществе. Соответственно, можно определить, что в случае расторжения брака имущество делится по соотношению, например, там, супруге достается, там, 2 третьих, а супругу 1 треть. То есть, получается такое определение. То есть, не конкретно объекты поделены, а именно... А если потом, впоследствии, захотят изменить вот этот режим процентный? На самом деле, это не очень удобная конструкция, поэтому она мало применяется, даже вот практически не применяется. Потому что все-таки цель именно брачного договора, соглашения о разделе, чтобы у супругов остались объекты, как бы, независимые друг от друга. Потому что все-таки даже вот эта схема, да, с процентным соотношением, получается, что объекты будут, например, какие-то, да, находиться в долевой собственности. И опять их отчуждать. Это вот нужно искать определенных покупателей. Или кто-то не захочет продать супругов, да, свою долю, кто-то захочет продать подороже. И опять вот эти вот конфликтные вопросы, особенно если брак расторгается, там, при ухудшении, да, отношений между супругами, очень, в принципе, проблематичны. Но все-таки ведь брачный договор-то и составляется, чтобы внести какие-то условия, нет? Вот как, допустим, к примеру, да? Брачный договор, он составляется для, ну, по разным причинам, опять-таки, есть и ситуации, когда необходимо вот определить всю там судьбу, имущество, которое вот сейчас приобретается. Например, явно видно, что один супруг зарабатывает больше, а другой, не имея никаких, там, обязательств, да, детей, грубо говоря, ничего не делает и ждет, когда ему другой супруг его обеспечит. В принципе, сейчас у нас, как бы, равноправие, женщины могут зарабатывать ровно столько же, да, сколько мужчины. И институт брачный, вообще институт, это совместный собственный супругов, он был создан именно для защиты, ну, вот, при ранних, да, там, ситуациях именно женщины, да, потому что женщина находится, там, рожает, воспитывает детей, у нее нет возможности, там, физической, да, работать, она занимается хозяйством. И поэтому создается этот институт совместной собственности, когда люди вкладывают, да, равным образом, кто-то, там, трудом, кто-то финансово и получают определенный капитал. И оба защищены. Соответственно, бывают и иные ситуации, когда люди не в равной степени исполняют, да, там, какие-то взятые на себя финансовые обязательства. То есть уже в этом случае этот брачный договор будет интересен. Либо уже все было хорошо, да, между супругами, но отношения начали портиться, имущества, в принципе, нажито очень много, и уже встает вопрос об его разделе. Спасибо большое. Есть у нас еще звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я, собственник двухкомстной квартиры, оформила запрет в НССР на все сделки со своими жилищами. Но у меня сын зарегистрирован и на него завещание. Будет ли это препятствием, когда после моей смерти вот он будет как наследник входить в... Я поняла ваш вопрос, я поняла ваш вопрос, не переживайте, это ограничение касается только совершения сделок от вашего имени. Соответственно, когда уже откроется там наследство, да, и сын будет вступать по завещанию на данную квартиру, получается, что эти ограничения, они уже будут сняты, он спокойно получит свидетельство о праве наследства, и нотариус передаст данный документ на регистрацию. Это не будет являться препятствием для наследования. Спасибо большое. У нас есть еще совсем немного времени, но тем не менее, вы можете к нам дозвониться, уважаемые телезрители, и задать свой вопрос 202-11-22, я лишь напоминаю телефоны. Полина Сергеевна, что входит в услуги нотариуса все-таки при составлении брачного договора? Нотариус, как и при удостоверении любой другой сделки, он самое главное выясняет волю сторон, определяет условия, проверяет, соответствуют ли данные условия требованиям законодательства, потому что брачный договор, он, его можно составить достаточно сложно, да, придут предусмотреть сложные условия, и иногда супруги хотят какие-то нестандартные условия, ну, например, очень часто там задают вопрос, можно ли определить там вот условия раздела имущества на случай там каких-то изменений, да, с мужской неверности, или, например, определить какие-то именно положения, именно поведение в браке, например, там определить, что столько-то там раз супруга должна убираться или готовить определенную пищу, в общем, все вот эти вопросы, они не могут быть включены в брачный договор, потому что брачный договор – это соглашение, определяющее именно имущественные обязанности в браке, да, все иные вопросы по поводу поведения, да, супругов по поводу, там, возникновения каких-либо конфликтных ситуаций и прочее – это уже не имущественные отношения. Также нельзя определять в брачном договоре какие-то обязанности по… в отношении детей, потому что также это не имущественные вопросы. Здесь вы имеете в виду, если в случае развода будет жить ребенок с кем-то вместо жительства, да? Да, определять именно там порядок общения с детьми, или определять какие-то вот там вопросы воспитания, или даже содержание. Все это вне в рамках брачного договора. Есть такие документы, но они называются по-другому соглашения, да? Да, также нельзя предусмотреть, как-то ограничивать дееспособность супруга, там, запрещать совершать какие-то определенные сделки, или как-то вообще, в принципе, ограничивать в правах, вот. И нотариус, в общем, соответственно, выясняет, да, у супругов их намерение, то есть какое имущество они хотят, чтобы было в совместной собственности, какое имущество они хотят разделить, какое имущество, там, оставить в долевой собственности, потому что определенные виды режима, да, собственность, они дают определенные гарантии защиты. Полина Сергеевна, есть звоночек, давайте его примем, да, и продолжим. Здравствуйте, будьте добры, ваш вопрос, ну и покороче, время заканчивается. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, а мой сентябрь открывает тверд, но я знаю, чтобы она принадлежала только ему. И я как бы боюсь, что вы спросите, вы спросите о хобби семьи, можно ли, как-то здесь будет все очень помочек врачным договорам? Так, вы, получается, в браке, правильно я понимаю? Да. Да, ну, соответственно, вам нужно, если супруг наставит на заключение брачного договора, в данном случае, если вы все-таки опасаетесь, да, что не можете, да, контролировать порядок управления этим, там, бизнесом, порядок, там, получения прибыли, то, соответственно, вам не нужно, да, соглашаться на такие условия договора, потому что, если вы сейчас заключаете брачный договор, вы должны понимать, что эта доля, да, например, там, в обществе, в определенном, она уже будет являться только личной собственностью супруга. Если он захочет ее продать, он это спокойно сделает, и, в принципе, там, денежные средства от данного имущества, поскольку оно является там личным, да, личным имуществом супруга, оно вы уже не можете на претендовать. В принципе, можно предусмотреть, там, брачным договором, что, например, да, там, имущество является личным, но, там, в случае его отчуждения супруг выплачивает вам некую компенсацию, да, там, в определенном размере. В принципе, вот, как один из вариантов. Один из вариантов. Ну что же, спасибо вам большое, Полина Сергеевна, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами на сайте, в социальных сетях, и мы непременно увидимся в программе «Территория права». Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!